Здравствуйте! Это новости на Дону в студии Артем Тарасов. Смотрите выпуски. Жилищные проблемы решат в начале 2018-го. Прием ростовских погорельцев провел председатель ЗАГСа Брания. На первые 28 человек были выделены средства. Дворы со всеми удобствами. Годовой план благоустройства по госпрограмме выполнен. Проводили расчеты, в том числе и парковочные места, мы считали количество детей. Снижение ставок по кредитам банков регионам сделает их привлекательнее для инвесторов. С предложением снизить ставки Василий Голубев выступил на заседании Госсовета по повышению инвестиционной привлекательности регионов, которое провел в Москве Владимир Путин. Мы просим поручить правительству Российской Федерации совместно с Банком России проработать меры, которые направлены на снижение нагрузки на бюджеты регионов, связанные с уплатой процентов банков. Например, в качестве такой меры предлагается установить специальный режим кредитования Банком России для обеспечения кредитной поддержки региональных бюджетов под пониженную процентную ставку при наличии согласования Минфина России. Госдолг российских регионов на 1 декабря превышает 2 триллиона рублей. На обслуживание долгов уходят большие деньги, а значит, нужна более мягкая модель взаимодействия коммерческих структур и субъектов федерации, считает Василий Голубев. Но президент не уверен, возможно ли Центробанку давать указания банкам льготно кредитовать регионы. Коммерческие банки в легкую раздают любые кредиты регионам. И под достаточно высокий процент. Но непонятно, почему под высокий. И непонятно, почему они вот так свободно раздают эти кредиты. Даже если финансы региона находятся в трудном положении. Но это только на первый взгляд непонятно. А на самом деле все ясно. И объясняется это очень просто. А потому что государство гарантирует. По мнению Владимира Путина, нужно принять меры по стимулированию учета госгарантий при выдаче коммерческих кредитов регионам. И ввести в этом вопросе ограничения в зависимости от способности регионов кредиты отдавать. Какая сумма полагается на покупку жилья? Как удобнее распорядиться единовременной выплатой? Чем восстановление жилья отличается от ремонта? На эти и другие вопросы ростовские погорельцы искали ответы на личном приеме председателя Донского парламента. Пришли в основном те, у кого до сих пор проблемы с документами. Или такие, как Михаил Шувленов, который не хочет покидать сгоревшее жилье. У меня 7 соток земли в собственности, в Ашатовской, 14. У меня два дома. Как в долевом участии. Один дом принадлежит брату, один мне. Мой литер И сгорел. Литер А остался целый. Но это дом брата. Он меня, конечно, сейчас пока живет, естественно. Но это не молитв. Я хочу свой отремонтировать. На личном приеме депутаты мужчине пояснили. Его дом попал в список непригодных для проживания. А значит, о ремонте можно забыть. Но Михаил готов предоставить данные экспертизы других специалистов, утверждающие обратное. Значит, ему нужно идти в суд. Но у города на сгоревшую территорию свои планы. Администрация планирует выкупить участки у погорельцев через полтора-два года. А пока Михаилу Шувленову, как и еще 360 пострадавшим, полагается единовременная выплата на покупку жилья. Конкретно на семью Михаила он и жена – это 42 квадратных метра. Деньги выплатят из расчета 46 800 рублей за метр. На первые 28 человек были выделены средства. До конца года планируется распределение по всем тем категориям, о которых я говорил. А более 100 человек, у кого есть судебные решения, они будут включены в следующее распоряжение администрации города Ростова-на-Дону. В начале декабря принят областной закон о компенсациях пострадавшим от пожара 21 августа. А вот Рузана Багдасарян – одна из немногих, у кого часть дома сгорела 21, а часть еще 7 августа. Но тот первый ущерб возмещаться не будет, а выплата субсидий зависит еще и от наличия другого жилья. Если оно больше социальной нормы, значит, к сожалению, вообще ничего не получается. Если оно на вот эту семью меньше социальной нормы, значит, вам компенсирует из бюджета разницу между площадью имеющегося нового жилья и социальной нормой. Решить жилищные проблемы погорельцы в парламентарии обещают уже в начале нового, 2018 года. Юлия Сурикова, Тагир Фатахов, Дон-24, Ростов-на-Дону. Амфитеатр, рампу для катания, шахматные столы и даже кошкин дом установили в своем дворе ростовчане. Обустроить территорию с учетом всех интересов позволяет госпрограмма формирования комфортной городской среды. За первый год в Ростовской области преобразилось 111 дворов шести городов. Тротуар, фонари – это все как положено. Плюс необычные контейнеры для мусора и пожелания всех жителей. Так формировался проект благоустройства двора в Оренбургском переулке. Подросткам нужны спортивные тренажеры и рампа для катания на роликах и скейтах. Детям – разные качели и песочницы. В амфитеатре соседи смогут собираться вместе по любому поводу. Не забыли и о бездомных кошках. Очень жаль, жаль смотреть на вот этих, особенно зимой, когда вот холод, дождь, и они бедные прячутся, все их гонят, терзают другие животные. Ну, в других домах нужны эти домики обязательно. Это охрана природы, это охрана животных. Это просто необходимо. На этот универсальный двор потрачено почти 30 миллионов рублей. Но собственники вложили всего 403 тысячи. Это 2% общих затрат. Радует их и оперативность. Договор о благоустройстве заключили 3 октября. И вот уже все готово. Мы могли только мечтать, чтобы 25 миллиардов ежегодно выделялось на благоустройство дворовых территорий и общественных пространств. У муниципалитета не хватает средств на это дело. Поэтому с поддержкой государства можно сделать очень красивую дворовую территорию. План благоустройства двора 124-го дома в переулке Днепровском спроектировал живущий здесь архитектор. Михаил Розин признается, самому сформировать свое жилое пространство особенно приятно. Мы обязательно проводили некое даже анкетирование. Мы, можно сказать, подходили практически к каждому, ну или по крайней мере самым активным жителям. Мы обсуждали, мы проводили расчеты, в том числе и парковочные места. Мы считали количество детей. Парк во дворе уже был. Добавили дорожки, освещение, детские и спортивные площадки. И самое главное – решили вопрос с парковочными местами. Теперь даже остаются свободные. На двор пошло почти 9 миллионов и всего 1% от собственников – 64 тысячи рублей. На 2018-й список обновляемых дворов уже составлен. Принимаются заявки на 2019-й. Администрация рассматривает этот двор с точки зрения синхронизации с работами на инженерных коммуникациях. Возможно или нет участия в этом периоде этого двора. Дальнейшее – это уже непосредственно оформление всего пакета документов самими гражданами. Люди сами определяют процент софинансирования. В этом году минимальный перечень работ жителям ничего не стоил. А за дополнительные они вносили от 1%. Но со следующего года софинансирование распространяется и на основные работы. С 2018 года проект будет действовать уже в 12 городах. А для начала он охватывал всего 6. Галина Горлова, Евгения Слинкина, Тагир Фатахов, Дон-24, Ростов-на-Дону. Помогать незнакомым людям стало проще. Благотворительный фонд «Время добрых дел» установил в торговом центре «Меркурий» первый ящик добра. Через него можно поделиться вещами с людьми в сложной жизненной ситуации. Я уверен, у многих есть такие вещи, которые просто лежат, пылятся, и никто не знает, куда их деть. И годами не решается их выкинуть. Поэтому сейчас у них появилась удивительная возможность просто принести и бросить в этот ящик. И они будут знать, что это пойдет на благое дело. Из доброго ящика вещи отправят в детдома и дома малютки, малоимущим и нуждающимся семьям. Уже через несколько часов после установки ростовчане начали приносить новые рубашки, свитера и детские новогодние подарки. Когда речь идет о взаимопомощи между людьми или просто о помощи людям, которые попали в какую-то сложную ситуацию, здесь речь не идет о заработке и каком-то денежном вознаграждении. Поэтому мы предоставляем площадь безумезной основы. Такие ящики добра скоро появятся и в других торговых центрах Ростова, на Западном и на Сельмаши. Смотритель «Маяка», «Соседи» и даже продолжение «Зеленого фургона» с Дмитрием Харатьяном в главной роли. Все это фильмы, снимавшиеся в этом году в Ростовской области. А в планах – съемки биографической саги об Атамане Платове. Поучаствовать в таком количестве кинопроектов дает возможность свой кинокластер. Дон, о котором самое время поговорить сегодня в Международный день кино. Где же еще, как не рядом с Ростовом Папой, снимать «Зеленый фургон-2»? Колорит Одессы нашли на греческой улице Таганрога. Так что приключения повзрослевшего сыщика Володи Патрикеева мы будем смотреть с пристрастием, пытаясь узнать знакомые фасады. Сцена 1, 17, 18, кадр 1, 2. В ныне сериале «Соседи» снимался хутор Абуховка. Он стал типичной российской деревней. Кинематографисты тщательно просчитывают ясные, пасмурные и солнечные дни. Но даже наши южные края не всегда оправдывают ожидания. Вы же сами прекрасно понимаете, что когда зима, то мы начинаем снимать лето. Это у нас традиция такая киношная. Поэтому мы к вам и заехали. Но мы же не ожидали, что у вас тоже зима. Регион переживает кинобум. Нужны гримеры, костюмеры, реквизиторы, декораторы, ассистенты. Прелесть ситуации в том, что кинокластер «Дон» – полноправный участник работы съемочных групп. И значит, все больше наших могут осваивать тонкости кино. Нам очень необходимы специалисты в операторский департамент. Их не хватает. Нам нужны видеоинженеры, осветители. Это люди, которые опытные. Они должны получать большой опыт на съемочной площадке. Именно это не так легко. Кинокластер «Дон» сегодня – это Анинская крепость в Старочеркасской, которая вновь готова к боям, осаде и съемкам фильма о жизни Атамана Платова. Остались декорации после съемок в Мержаново «Смотрителя маяка». Плюс там еще будет достраиваться рыбацкая деревня. И, естественно, Азов, который будет нашей основной площадкой, где будет большой комплект декораций. И не только для кино, но и для туристов. То есть это в чем уникальность этой площадки. Что можно будет посмотреть на эти места именно там, где это снималось. И посмотреть даже за процессом производства. В истории Ростова сюжеты не для одного киносценария. Так что работы для кинокластера «Дон» будет предостаточно. Уже в планах проект о первом руководителе ростовского уголовного розыска. Галина Белоусова, Сергей Вишняков, «Дон-24», Ростов-на-Дону. Это все новости к этой минуте. Следующий выпуск смотрите в 18.30. В 15 часов, прошу прощения, в студии был Артем Тарасов. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова